Акции протеста в центре Еревана, которые успели перекинуться и на регионы, продолжались всю ночь в центре армянской столицы, а также в городах Гюмри и Ванадзор. Участники протеста, требующие от руководства страны понизить цены на электроэнергию, вновь отказались сформировать инициативную группу для встречи с президентом Серджием Сарксяном. Вмешаться в ситуацию и предотвратить повторение жесткого разгона протестующих в ночную среду попыталась группа депутатов парламента Армении, представителей бизнеса и творческой интеллигенции. Они выступили с инициативой встать живой стеной между полицией и протестующими. «Наше присутствие будет дополнительной гарантией, чтобы со стороны полиции не была применена сила в отношении митингующих», объяснил депутат, отправивший республиканской партии Армении Самвел Фарманян, прибывший в центре Еревана вместе с зампредом партии министром образования и науки Арменом Ашатяном. Появление последнего, впрочем, вызвало не самую положительную реакцию собравшихся. Министра Освистали в его адрес стали раздаваться оскорбительные лозунги. Впрочем, на призывы полицейских укрыться за счетами господин Ашатян не отреагировал, продолжив беседу с другими депутатами без прикрытия. Депутаты и представители элиты обсудили собравшимися бытовые вопросы, в том числе цены на электроэнергию, а также применение полицейскими чрезмерной силы в ответ на действия протестующих. Участники движения «Нет крабежу» вновь отказались сформировать инициативную группу для переговоров с президентом Сержем Саргсяном, повторив свое главное требование – отказ от 16% роста цен на электричество. Подробнее о данной новости и о других событиях читайте на нашем сайте, который находится под данным видео, и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания!